Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Смотрите, первоначально я думал просто спросить вас, зачем вам муж? Я думал просто задать вам такой вопрос, но потом я подумал, что здесь, в данном контексте, вероятно, такого рода вопрос будет не совсем уместный и не совсем правильно вы меня поймёте. Это моя бизнес. Зависимость в данном случае это потребность, ваша потребность. И соответственно, вы потребность в мужа, вы нуждаетесь, грубо говоря, в мужа, хотите именно вот такого мужа, как вы говорите. И ключевой момент здесь заключается в том, чтобы понять для себя. Собственно, зачем нам муж, чтобы не быть зависимым, чтобы быть удовлетворённым и чтобы не побоиться этого слова, а свободно находиться в отношениях. То есть, свободно в них вступать в отношениях. Не боясь, не боясь того, чего мужчина оказывается занят. Кроме того, излишняя потребность приводит к сверх мотивации, которая вам мешает быть естественной, мешает вам быть собой и тем самым может привлечь мужчину. Потому что, в конце концов, девушка, это не стена, не камень. И, в принципе, если вы молодому человеку понравитесь и понравитесь ему достаточно сильно, то он может и раздаться с девушкой и быть с вами. Но есть одно но. Дело в том, что произойти это может только в том случае, если вы не будете так активно, так отчаянно нуждаться мужчинам. Только в этом случае вы можете рассчитывать на то, что у вас что-то получится. Пока что ситуация складывается не в вашу пользу. Да? К сожалению. Вот. Об этом я пытаюсь вам сказать. Мне очень важно в отношениях вступать незамительно. Незамительно. Очень важно. В отношениях находиться максимально незаинтересованным, лично незаинтересованным. Можно быть заинтересованным в человеке, но не заинтересованным для себя. Этим бы у себя, к сожалению, только лишь дискредитируется. Вот. Дальше. Прямо сейчас, что вы можете сделать, это поисследовать, прямо сейчас вы можете поисследовать, на чём основана ваша симпатия. То есть, к чему она, грубо говоря, восходит, симпатия. Что именно вам нравится в мужчине? Вы говорите про мужа. Вот. Значит, вы себя, наверное, с мужем могли бы как-то чувствовать. Вот. 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 Но вы хотите себя, мужем, как-то чувствовать. Вот. Задача, в том числе, и ваша. Посмотреть. Какое именно чувство появляется у вас, когда вы представляете себя и больше, но с чем это чувство связано? Как меняется ваше восприятие в суперном и так далее. Все эти вещи крайне важны для того, чтобы вы лучше себя понимали. Вот. Ладно. Пусть и сейчас вы говорите про мужик, как про какую-то вещь, которую вы хотите представить. Но вы забываете о том, что вы таким образом говорите про человека. Что это человек. А человек не может быть средством. Но вы воспринимаете человека именно как средство. В чем заключается ваша основная проблема. Чтобы не воспринимать человека как средство, нужно себя не воспринимать как средство. Нужно принять себя внутренне, принять свои конфликты, разрешить противоречия. И делать что-то для того, чтобы постепенно-постепенно двигаться в сторону освобождения от внутренних дизайнеров. Это вам может помочь психолог. Сейчас ваша задача максимально отталкиваться от тех потребностей, которые вызывает идея у мужчины. Это лучшее на данный момент, что вы можете сделать для себя. Ну, для самой себя, я имею ввиду. Вот. Такой. Такой ответ я могу. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я пожелаю вам самого доброго и удачи. brovleль Ant��들. Продолжение следует... Продолжение следует...